Огородников Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович 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 естествознания, потому что как честный гражданин и настоящий, а не какой-нибудь квасной патриот, я переживаю за судьбы нашей Родины, безусловно, и не могу не переживать, как вы понимаете, что тут произошло за последние 30 лет, да, я сказал 20-30 лет, конечно, да, вот уже, поэтому и эту тематику тоже осваиваю в меру сил своих возможностей, но используя мощный аппарат, конечно, этим мощным аппаратом является диалектика материстическая философия, которую я до сих пор и исповедую, и проповедую, но не исповедую, как срепой какой-то там фанат, подражатель, нет, я могу без самонадеянности сказать, что кого угодно и где угодно, и специалистов, а не только это, я могу убедить в том, и мне еще ни разу не возразили веско, что вот основные крауугольные положения диалектика материстической философии, марксистской философии являются истинными положениями, и продолжают оставаться, безусловно, актуальными, да, вот, ну и вот это относится, конечно, и к учению Иосифа Сергеевича Сталина о нации и национальном вопросе, который я должен сегодня вам достаточно кратко изложить, ну и Иосиф Виссарионовича фигура, которая известна, несмотря на то, что его предавали забвению в течение многих лет и даже десятилетий, вот, и как-то, так сказать, вот Никита Сергеевич тут развязал такую компанию, Хрущев, так вы знаете, такое имя, связал компанию по критике культа личности, кстати, там было много и правильного, правильного, да, видите, я вот такой уже старый, что я хорошо помню, когда умер Сталин, мне было восемь лет, я был свидетелем всенародного горя, действительно, неподдельного горя, когда я иду с бабушкой по Невскому проспекту, вот идут трамваи по Невскому проспекту, тогда еще ходили, и вот раздаются гудки заводов и радио, которое сохранилось еще в блокадных времен, он на каждом углу, сейчас у нас тоже сейчас эти репродукторы висят, ну, конечно, не такие, но неважно, и объявляют, что вот проходит травма торжественная, погребение уже тела Иосифа Сергеевича, но не погребение, а водружение мавзолеи в течение достаточно длительного времени, 10 лет с Гаком, вот Ленин и Сталин лежали как бы вместе в мавзолее. Я был в Москве, увидел вдвоем, да, ну, потом развенчание какой-то личности, Никита Сергеевич Хрущев решил себе место мавзолея освободить, вот, и, значит, было постановление Центрального комитета о том, что, значит, надо вынести Сталина от Ленина, ибо Сталин тебя опорочил, так сказать, вот чем. Ну, это я вот почему говорю, что так личность Сталина очень неоднозначна, но одна каретика у него до сих пор высочайшая в народе и среди даже молодежи, которая вряд ли может похвастаться большим знанием вообще этой эпохи, вот, несомненно, очень значимой в жизни нашей страны и в жизни нашего народа, вот, вне всякого сомнения, но, тем не менее, вот авторитет колоссальный, вот, вы знаете, когда там несколько лет тому назад выбирали фигуру, так сказать, вот наиболее из истории российской, наиболее такую яркую, голосовали за главного героя российской истории, так Сталин вот был выдвинут впереди, но потом как-то его немножко, ну, не хотелось властям это уже, властям, понимаете, совсем не коммунистическим, как-то так вот Сталин это тут возвеличивает. Но я почему это сказал, что вот все это в контексте того, что я должен вам рассказать и вот о ленинской концепции по национальному вопросу, которая до сих пор актуальна. Мало того, она не только актуальна, так вот, так сказать, достаточно злободневна, она в пик актуальности попала в связи с вот нашими событиями, этими, наше отношение с Украиной со всем остальным миром, да. Вот, и вот эти националистические выступления на Украине совершенно явные, так сказать, националистические выступления, откуда это, что берется? Почему народ, который генетически является нам абсолютно родным народом, никаких генетических отличий нет? Почему вдруг, так сказать, на каком основании можно противопоставлять, да, украинский народ, русскому, и там, знаете, как это, дикость какая-то вот в начале была, после 2014 года, там, да, эти все выступления, которые до сих пор продолжаются, на факельные шествия, или там собрание молодежи на площади прыгает и кричит, кто не скачет, тот москаль. Ну, это уже дикарство какое-то совершенно, знаете, но откуда это берется? Как это возможно? И что питает это? Теория какая-то, просто какая-то психология, ну, какая психология-то, идущая откуда, из глубины, что ли, или психологическое воздействие какое-то, но не без теории, без теории тоже не обходится. Теория, конечно, там такая уж очень ходульная, очень, так сказать, ущербная, вот, а вот почему она ходульная и ущербная, вот это можно понять только познакомившись как раз с работами Сталина о национальном вопросе, да. Так вот, кстати говоря, значит, вот роль Сталина, я говорил о Сталине, высоко оценивал, и иногда даже оценивает даже вот наш буржуазный вождь, так сказать, вот нашего буржуазного мира нынешнего, Владимир Владимирович Путин, который, вот я цитирую, почему я вот записи обязательно съезжал домой, чтобы не переврать, зачем, надо точно цитировать. Вот в ходе горячей линии 3 декабря 2009 года он заявил, открывая цитату, очевидно, что с 1924 по 1953 годы страна, которой тогда руководил Сталин, изменилась коренным образом, она из-за граммы превратилась в индустриальную. Мы выиграли Великую Отечественную войну, и кто бы что ни говорил, победа была достигнута благодаря руководству Иосифа Ильича Ильича. Высочайшая оценка, как вы понимаете, высочайшая оценка. После этого уже говорить там, можно говорить, перегибов культа личности, нужно говорить, то есть нужно вообще объективно смотреть. У меня дед, участник гражданской войны, мой родной дед, Петр Алексеевич Городников, вот я Городников, ну как у отец получается, потому что я отец Петр, я Владимир Петрович Городников, а дед Петр Алексеевич. Ну вот, так вот, он пострадал в 35-м году, это уже при Сталине, вот в этот самый период, да, там период еще был Неберевича и Ежовщины, вот, ну его репрессировали, да, герой гражданской войны, комполка, человек, который имел орден боевого красного знамени за номером 8 порядком, представляете, какой уровень, он участник империалистической войны был, Первой мировой войны, вот, понимаете, вот так вот, ну что это, перегибы, которые много стоили, вы знаете, там многие не то, что там комполка, а маршалы страны, Блюхер, Тухачевский были репрессированы, и это перед войной, такой огромной, Второй мировой, Великой Отечественной, да, потери там, конечно, безусловно были, но я сейчас не буду говорить о негативах, там, о негативах и без меня много чего скажут, понимаете, а вот мне главное донести до вас теорию, то есть я просто хотел сказать, что Сталин, конечно, нельзя его моразить одной черной краской, нельзя его окрашивать в одну белизну, превращать из него ангела во плоти, это абсурд, это вот не объективный подход, надо видеть вот и ту, и другую сторону обязательно, в общем, никакой человек не является, так сказать, однозначным, а тем более вот такие фигуры. Так вот, Сталин действительно талантливо соединил теорию с практикой, теорию какую? Да, теорию марксистскую, конечно. Вот у нас есть занятие три источника и три составные части марксизма по ленинской работе, знаменитый, да, разговор. Так вот, все составные части марксизма Сталин, безусловно, изучил, заметьте, человек, у которого было, в общем, официально какое образование? Его из семинарии духовные исключили за его взгляд, да, он не закончил семинарию, а это что такое семинария? Это же не академия духовная, то есть это среднее специальное религиозное учреждение, то есть он такой, так сказать, техникум даже не закончил, но не было среднего образования де-факто, но он достиг колоссального уровня научного знания, да, его колоссальная библиотека, которую он прочитал с пометками, а его труды. Прочитать-то мы можем тоже много, а вот что мы можем еще сами-то предложить, а вот труды. И вот труда, труды по проблемам, как раз, которая нас сегодня занимает, потому что у Сталина много трудов, вот я похвастаюсь, у меня собрание сочинений Сталина, это раритет, имеется дома. Я его, так сказать, в свое время приобрел. Как раз период критики Хрущева, культа личности, я уже был товарищ, достаточно взрослый для того, чтобы вот такие вещи делать. Вот, и вот я, сказать, пользовался вот при подготовке такой проблемы, с которой я выступал по национальному вопросу, Сталина национальном вопросе, на конференции, посвященной юбилею со дня рождения Иосифа Сырёновича, вот. Ну и еще нескольких, и вот тут, за этим столом тоже я по этой теме уже выступал, то есть тема обкатана. Но я говорю, что вот видите, в связи с современными проблемами она становится как-то особо остро, особо остро, потому что вот это надо все понимать достаточно хорошо. Так вот, впервые Сталин занялся проблемой, так сказать, вот такой национальной проблемой, да, выяснением того, что такое вообще национальность, и его интересовало не только определение, но и отличие, скажем, национальности и нации. Вот. Потому что у нас до сих пор, до сих пор, до сегодняшнего дня, огромное большинство, не только населения земного шара, но и даже политиков, профессионалов, к моему удивлению, смешивают понятие нации и национальности. А вот Сталин-то как раз и заложил основу. В этом его величайшая теоретическая заслуга. А дальше вот он практику применил, когда уже был на посту генерального секретаря. Вот. Эту и другие теории он, конечно, применял. Вот. Так вот, первая работа Сталина, которая скользь еще затрагивает эту проблему по поводу национализма, да, еще скользь. Это работа его 1907 года «Анархизм или социализм». Интересно, что эта работа еще была опубликована на грузинском языке. Вот. Но эта работа была замечена, в частности, Владимиром Ильичем, Ульяновым, Лениным. Вот. И, наверное, способствовало и какой-то такой по-хорошему карьере Иосифа Сирионовича в стане большевизма, уже тогда большевизм, все уже обозначился. Сталин-то на этом съезде не был, когда произошел раскол между большевиками и меньшевиками. Но он стал большевиком потом, значит, да. Вот. Определился в этом отношении. Так вот, Ленин, он, вот, познакомившись с этой работой Иосифа Сирионовича, он сказал, что ему на словах и даже была записка, вот, она сохраняется в архивах, записка с коленя на Сталину, как-то вот такая пространная записка. Записка по существу некое задание. Он говорит, я вам настоятельно рекомендую заняться национальному вопросу, судя по всему, у вас получится. Надо заняться вам. Кто-то должен вот из наших. Мне, знаете, я бы мог заняться, но у меня вот тут много проблем и теоретических, и практических, а вот вы займитесь, пожалуйста. Вы человек молодой, ну тогда еще вполне молодой человек, займитесь. И Сталин взялся за это дело не потому, что Ленин ему поручил, а потому что этот вопрос сам его интересовал и тревожил как-то положение. Понимаете, вот как противопоставить пролетарский интернационализм буржуазному национализму, буржуазному национализму. Забегая несколько вперед, скажу, что национализм является до сих пор главным орудием буржуазии в борьбе против кого? Рабочего класса. Рабочего класса и в целом даже трудящегося населения сегодня, скажем. Трудящегося, да. Мы говорим пролетарий, да. Что такое пролетарий? Это неимущий, да, обестоленный эксплуатируемый класс. А почему он эксплуатированный класс? Почему он неимущий? Чего он не имеет? Он не имеет средств производства. Если ты не имеешь средств производства, то ты в распределении не участвуешь, тебе только хозяин. От щелок своих сколько сможет или сколько захочет, отстегнет. Если он мелкий там собственник, так он сколько сможет, вот как сейчас они разоряются, да, и плачут, что нам вот скоро нечем будет платить нашим работникам, и мы должны будем уволить, так вот как. Нехорошо. Они вроде как ближе, конечно, к рабочему классу, мелкий собственник, безусловно. Так вот, после того, как Сталин это поручение Левина получил, воспринял, начал работать, он уже на многие годы, вот центральной своей теоретической проблемой, которую он разрабатывал, сделал именно национальный вопрос. И надо сказать, что Сталин, вот как только после победы октября, он становится народным комиссаром по делам национальности в первом советском правительстве, не случайно, как вы понимаете. Теоретик был поставлен Лениным, председателем Совета народных комиссаров Лениным, вот на этот вопрос. И на эту проблему, вернее, не на вопрос. А вопрос-то уже был Сталин к этому времени достаточно разрешен. В каком ключе? Я вот задал вам вопрос, вернее так, сказал, что, не задал вопрос, а сказал, что с этим вопросом еще до сих пор как-то не справляется, много разночтений. Причем даже не ошибок, не специального жульничества какого-то, а откровенного заблуждения. Я вот сколько раз с этим сталкивался. Откровенное заблуждение по этому вопросу. Вот как вы думаете, национальная проблема, национализм производен от какого термина? Термина нация или термина национальность? Ваше мнение. Вот мне интересно, обратная связь. У нас с вами... А? Нация. Нация. Вы тоже так считаете? Вот. Не знаю. А вы знаете, вот это ведь, это не вопрос, это не спор о словах. Это чрезвычайно важный теоретический вопрос. От решения, которого зависит просто судьба миллионов, если хотите. Да. Потому что, понимаете, как говорил Ленин, не может быть передовой партии без передовой теории. Да. И вообще ничего передового не может быть ни в какой сфере. Ни в сфере производства, ни в сфере науки, конечно, само собой. Ни в сфере политической жизни. Если вот эта передовая партия, как она себя называет, движение, да, какое-то, какое-то руководство, не вооружена теорией. Теория, которая владеет истиной. Истиной. А не заблуждается. И не шарахается из одной крайности в другую. Так вот, я вам скажу, вот как раз эту-то проблему, что такое нация, что такое национальность, впервые, хоть поверьте мне, хоть проверьте сами, поднял именно Иосиф Сырёнович Сталин в работе 1913 года, то есть это еще задолго, можно сказать, до революции, да, 1917 года, «Марксизм и национальный вопрос». Это главная работа Сталина, такая очень крупная работа, это, в общем, монография, можно сказать, да. И в этой работе как раз Сталин Сталина впервые дает определение нации, в ее отличие, вот определение понятия нации, но не только понятия, то, что стоит за этим понятием. То есть вот в логике говорят, что такое определение понятия. Это раскрытие тех существенных, объективно, существенных, общих свойств, характеристик, которые принадлежат целому классу предметов, вот этого, предметов, моментов действительности, там, чему угодно, да, вещей каких-то, да, которые мы вот под этим понятием мыслим. Ну, скажем, понятие стол элементарно. Что это такое стол? Можете определить? Вот нация – это очень сложно. А стол? Вот мы за столом сидим. Что такое стол? Можете ответить? Вот определить понятие стола – это ответить на вопрос, что это такое, да, что такое стол? Ну, что такое стол? Вид мебели, использующийся очень распространенно везде, в любой стране, в любой сфере. Вот с видом мебели мне нравится ваш подход, да. Это определение, как в логике, через рот и видовое отличие. То есть вид мебели согласен. Но если широко используешься, то как он, стол отличается от стула? Вот тоже вид мебели широко используется. Какой стол без стула? Да, мы бы тут стояли, что ли, два часа? Не очень удобно, да? Да. Значит, стул, видите, да. Вот это стол, за ним сидят. Вот это стул, его едят. Вспоминаю, это называется, знаете, в логике операционное определение, когда вот что делают при помощи этого предмета или что с ним делают. Вот. Операционное определение. Но операционное не всегда работает, да. Ну, хотя тут есть уже некоторое... Вот видите, как сложно, да? Вот, простое. А ну-ка, нация. Вот, понимаете, почему и до сих пор путаются. А ведь надо сущность понимать, да? И отличать от других сущностей, скажем, от национальности. И вот, что пишет Сталин в работе «Марксиновый национальный вопрос». Он в этой работе, кстати, предрекает размышевание социал-демократов. Вы знаете, что партия-то называлась социал-демократическая партия. Вот. Так вот, социал-демократов по национальному вопросу, да, что может погубить рабочее движение в многонациональных странах. Он предрекает это, что может погубить. И губит до сих пор. Я же сказал, что вот национализм, а вот там дальше мы посмотрим, что это такое, да, он является главным оружием империализма нынешнего в борьбе с рабочим классом и вообще с трудовым населением. Те, которые можно назвать, знаете, вот как я. Я пролетарий умственного труда, да. Я профессор, но какие у меня средства производства? У меня нет средств производства. Ни зданий, где я там могу проводить занятия. Если у меня будет здание, то я уже буду не совсем профессор. Я владелец высшего учебного заведения. Я хозяин. И в этом отношении я уже буржуа. У меня вот такой статус социальный. А если я профессор в чистом виде, я вот нанимаюсь на работу, меня могут любое время выгнать. Вот 50 лет терпим, последние 30, особенно, да, когда я, видите, выступаю с позицией совсем не буржуазных, буржуазных, да, и критикую буржуазный строй империализм. Но это ведь, знаете, всякому терпению. Кадис приходит. Вот. В любой момент. Могут, потому что я вот не хозяин, а вот у меня своего, меня не выгонят. Как говорят, вот и надо, чтобы все были хозяевами, да. Вот. Есть такое положение. Но я сейчас этот вопрос не буду понимать. Итак, что такое нация, вот говоря о том, что национальный вопрос, он размежевание по национальному вопросу погубит рабочее движение в многонациональных странах. Вот. Вот он действительно, говоришь, это очень, понимаете, что людей, они объединены, классово объединены. Классовый должен быть подход. А они считают, что они объединены, им это все время говорят, вот как украинцам там, да, что вы прежде всего украинцы, а все потом рабочий ты, колхозник ты, да, сельское хозяйство, ты там менеджер, ты там, в конце концов, кто еще, ну, до президента страны. Ты прежде всего украинец. Правда, вот президент страны не может сказать, что он украинец. Кстати, это является основанием того, какой у нас национализм? Сам же и говорил, господи, как его? Ну? Зеленский. Зеленский, он говорит, ну, какой у нас национализм? Он в одном из, он артист, он так любит выступать. Вот. Действительно, профессиональный артист. Ну, комик. Потому что иногда выступает очень комично. Хотя, сейчас уже, знаете, от его этих комизма, ну, смеяться-то не очень хочется. Вот. Я вот еврей. Ну, как я могу, а национализм, он должен быть против евреев. А, вот то-то и оно-то. Что у них национализм с классовым таким подтекстом. И вот, вспомним такой вариант. Вы знаете, что фашисты, ну, крайняя степень национализма, фашизм, и не только крайняя степень, связаны еще с диктатурой, да, внутри страны, такой, вертикальной власти. Вот фашизм гитлеровской Германии, да, и Гитлер сам. Ну, связаны, вы знаете, кого надо было истреблять, когда они вот заходили в наши города, села, когда они их оккупировали. Кого прежде всего надо расстреливать? Евреев, цыган. Цыган. А еще кого? Коммунисты. А, то есть они, понимаете, недовольствовались национальной принадлежностью. Они еще обязательно, а это уже классный подход, коммунисты. Коммунисты против частной собственности. Вот в манифесте Коммунистической партии Маркса Эйнгеса в 1848 году они уже записали, что нашу цель можно определить тремя словами. Уничтожение частной собственности, а не против частной собственности. Это же священная коровка уже. Как это? Эти негодеев надо уничтожать. А евреи что, против частной собственности? Да нет. Да нет. А каких евреев надо? И тут возникает вопрос. Коммунистов всех надо уничтожать. А евреев? А вот у Гитлера-то там, знаете, на, так сказать, содержании Гитлер был вместе со своей, тоже интересно, социал-демократической, но такой, да, нацистской партии, да, вроде как. На содержании кого? На содержании крупнейших представителей буржуазии, которые в большей степени своих были именно евреи. И он их не трогал, нет. Ну как же, так можно рубить руку, которая тебя кормит. Никак нельзя. Или суп, на котором ты сидишь. Никак нельзя. Так что евреи, и вот все, не только вот крупнейших, конечно, представителей этих буржуазий, но и так средних, которые были полезны в экономическом отношении. А там, ну, национализм можно, тем более же сам Гитлер, это, знаете, внешне уж никак не был, так сказать, образцом настоящего нации, этой, как писал, ничьше белокурый бестии, который должен быть настоящей нацией. Белокура и голубоглазая бестия. А Гитлер был не белокурый, не голубоглазый. Так вот его самому подозревали, кстати. Да, сам-то ты кто? У тебя какая национальность-то, да? Там что-то темно все, да? Но он как-то выдержал. Вот за счет этого классового подхода четкого, почему его и продвинули-то в рейс-канцлера-то, понимаете? Причем, кто его продвинул? Президент тогдашней страны. Господи, у меня вот тут записано, я забыл его, этого президента. Ну, не важно, тогдашней, да? Он говорил, что я этого ефрейтора никогда не поставлю в главе государства. А потом поставил, потому что этот ефрейтор, он выступал с классовой позицией. А этот национализм, это была ширма, ширма, прикрытие этих классовых позиций, я говорю. Ширма и главное оружие. Вот в чем дело. Так вот, я все говорю, а Сталин-то что сказал? В 13-м еще году написал. Нация есть исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Только наличие всех этих признаков, взятых вместе, дают нам нацию. Причем Сталин в другом месте этой работы уточняет, что главным признаком является все-таки общность экономической жизни. Вот что объединяет. Нацию. Да кто такая нация? Нация это что-то, какие нации мы знаем? Скажите, какие нации мы знаем? Не национальность, а нация. Американская. Ну вот мы американцы. А они американские. А у них там среди американцев там и евреи, и даже русские есть. Вы знаете, сколько у них негров, которые стали выше уже белым. Да так доборолись своей, так сказать, эмансипацией, что стали представители разных рас и разных национальностей. И вот тут-то Иосиф Сирионович в этой же работе говорил, что главное-то все-таки отличие национальности и нации. Сейчас вот я найду, чтобы не это самое, не голословить и не перелагать. Где же у меня эта выдержка? Главное отличие, какое национальности? Заметьте, не язык, нет. На языке могут быть говорить представители разных, на одном и том же языке могут говорить представители виноват одной и той же нации и одной и той же национальности. Но интересно, что представители одной и той же национальности могут говорить на разных языках и не понимать друг друга. Ибо национальность какая? Вот Сталин пишет, что он в этой же работе, марксизмно-национальный вопрос, выделено же было у меня. Он пишет, что национальность, в отличие от нации, это общность этническая. А нация, общность, вот цитирую Пакуна, он подчеркивает, общность это не расовая, не племенная. Нынешняя итальянская нация, вот например, он пишет пример, образовалась из таких национальностей, как римляне, германцы, этруски, греки, арабы и так далее. Французская нация сложилась из галлов, римлян, тоже бритов, германцев и так далее. Разные, по крови разные. Национальность это отличие, кровно-родственная связь. Но эта кровно-родственная связь с этого начинается, для национальности, этим и заканчивается, пишет Сталин. Этим и заканчивается общность. Почему заканчивается? Потому что люди одной и той же национальности, мало того, братья и сестры, близнецы, сколько таких случаев было, могут волею судеб, как говорится, жить в разных странах, говорить на разных языках. Вот они их разъединили в младенчестве. А потом они встретились, они друг другу говорить не могут. Они видят, что как две капли воды, одни и совы, близнецы. А говорить не могут, потому что они говорят на разных языках, принадлежат разной культурой, принадлежат разной экономической общности, разным нациям они относятся. Эти представители одной национальности. Да? Я надеюсь, вот при помощи Иосифа Севёновича я вам объясню различие. Вот такое кровно-родственное, этническое, это национальность. А экономическая общность, масштабы государства, причём какого государства? Буржуазного государства. Ещё одно открытие Сталина, что нация – продукт буржуазного государства. А не просто так продукт объединения разных национальностей, скажем, в феодальном государстве. В феодальном государстве ещё тоже могут быть разные национальности. Но там главная-то, так сказать, роль в феодальном государстве, ещё в рабовладическом государстве. Главную роль играет всё-таки, заметьте, не нация, а национальность. А нация начинает доминировать в буржуазном государстве. В буржуазном государстве. Теперь что же такое национализм? Производная от нации, ещё раз, да, или от национальности? Как вы считаете теперь вот после этих всех рассуждений? От нации. Опять от нации. Что такое национализм? Это исповедование, проповедование и практические действия, связанные с возвеличиванием одной какой-то национальности, которые превосходят. Не нации, а национальности. Именно национальности. Вот фашизм как крайняя степень проявления национализма. Вы же понимаете, арийская. Они говорили «нация», но они и Сталина не считали. Национальность. Это смешение идёт, понимаете. Точно так же, как у нас смешение многих очень важных философских терминов, истинно и правда. Одно и то же. На английском языке одним словом обозначается. Но это, как говорят в Одессе, очень тоже актуально, две большие разницы. Истина и правда. Правда – это нравственная категория, антиподом имеет что? Ложь. А истина – это теоретико-познавательная, как говорят в философии. Она сирологическая категория. Антиподом имеет заблуждение. При этом мы выясняем, что можно нагло лгать и говорить истину. И, понимаете, удивительная вещь. Как это так, да? Непонятно. Нагло лгать и говорить истину. Вот. Ну, вот я сам себя тут спровоцировал на отклонение в сторону. Не буду, не буду. А то мне придется тут об истине говорить. У меня нация. Так вот, так же нация и национальность. Вот вопрос национализм, фашизм абсолютизируют какие-то выдающиеся качества. А может, там и есть у этой национальности какие-то качества, да? Ну, конечно, мы не можем. Это тоже будет национализм, если мы с ним говорим. Вот эта национальность хуже, а вот эта лучше. Вот эти умнее в массе своем, а эти глупее. Это тоже проявление национализма будет. Национальность, да? Но именно кровно-родственный момент. Понимаете? Вот даже вот эти патриоты, ура, патриоты, американцы, они не будут, если у них там национализма-то уже, видите, даже расизма не осталось. Но когда было-то, по какому принципу преследовали-то, да? Когда россиян, когда негров-то сжигали, по классовому, что ли, признаку? Нет. По кровно-родственному, расовое. Раса и национальность, они близки, потому что это то и другое кровно-родственное, генетическое, в общем. Вот преследовали, по углу скла. Там не важно, кто этот очень умный негр, там, может, он уже и чего-то достиг, а вот ему и завидуют. Белые, которые не достигли, и вот его, пожалуйста, преследуют. Вот. Точно так же, и вы знаете, вот национализм обычно с еврейским вопросом связан, еще у нас на Руси это традиционно искать, и до сих пор ищут и находят, вы понимаете. Вот евреи во всем виноваты. Я недавно говорил с одним серьезным человеком, доктором наук, правда техническим, а не философским, который меня с жаром убеждал в том, что наши беды вообще, все России, из-за того, что у нас Россия, евреи закластили власть. Не олигархи, а евреи. Я говорю, да классовый подход. А кто классовый? А олигархи. А олигархи на 90% евреи. Да будь они даже на 100% евреи. Но их делает олигархами не то, что они евреи. Ты говорю, понимаешь или нет? Мы с ним на ты старые приятники. Вот. Что их олигархами сделало не то, что они евреи, да? А нечто другое, да? Сделало. Олигархом и русским может стать, и украинец может стать, и, пожалуйста, по национальности, да, кто угодно. И негр может стать олигархом уже по разному признаку. Значит, вот национализм-то вот, когда превосходство какой-то национальности, декларируется национальности, и вот мы там, вот кто не скачет, тот москаль, москаль это русский. Русский. Вот. И, или вот, значит, евреи во всем виноваты. Понимаете, вот до сих пор это, до сих пор идет. У нас в правительстве евреи там засели, у нас и олигархи евреи, понимаете. Я говорю, так надо подходить, кто они? Они прежде всего буржуа крупнейший. А потом они евреи, там и кто угодно. Вот. Среди евреев есть много бедных, нищих, да, и совершенно множество их. Я помню, как это, значит, вот, ну, ладно, не буду это тоже уходить в сторону от этих вопросов. То есть, короче говоря, вот такое расслоение на якобы национально превосходящую национальность и какую-то низшую национальность или расу, потому что тоже кровнородство. Ну, раса более такое мощное, крупное деление, да, чем национальность. А они могут жить в разных совершенно государствах и быть, один может быть олигархом, а другой будет там нищим каким-нибудь, да, а люди одной и той же национальности, никак это не поднимает и не опускает того и другого, а поднимает и пускает что-то иное. А вот что иное, вот, да. Вот тут мы разбираемся, что такое туристический строй, как он, так сказать, способствует закабалению, в чем система эксплуатации, вот классовый подход начинает работать, а не вот такой узкий национализм. Ну и вот, значит, дальше я иду по поводу национального вопроса, да, вот я уже упоминал немецкий фашизм, да, так вот один из выдающихся ученых, математиков, философов 20 века, Бертран Рассел, наверное, вы слышали это имя английский, он математик, прежде всего, конечно, и философ крупный, он пишет, пишет, интересно, в 35-м году, как раз, когда немецкий фашизм пришел к власти, надежды промышленников и военных могут быть реализованы фашистами методами, едва ли, могут быть реализованы фашистскими методами и едва ли каким-либо другим путем, то есть фашистскими, когда вот используется карта вот этой национальности, национальное превосходство, да, и видите, надежды при всем при том не угнетают представителей вот этих национальных меньшинств, так сказать, какой-то национальности такой ущербной, как вот евреи, я говорю, при фашистах, не угнетают. Вот, ну и понятно, что здесь вот эта националистическая карта, она, вот видите, как до сих пор с успехом используется, да, причем, заметьте, часто это совмещается с ложным патриотизмом. Вот тут буржуазный патриотизм и пролетарский патриотизм, так сказать, вот классный подход имеет очень разные окраски, можно сказать, диаметрально противоположные моменты. Почему? Вот об этом тоже Сталин писал уже в этой главной его работе, которую я цитирую, «Марксизм – национальный вопрос» 13-го года. Значит, чем отличаются, да, вот такие подходы, да, со стороны разных классов, да, к одному и тому же вопросу, да, чем отличаются, да, потому что вот прежде всего пролетарии, неимущие классы, они видят это вот главное свое, главная своя беда – это не в том, что они там русские, евреи или еще кто-нибудь там, да, а в том, что они обездолены, что они не имеют вот средств производства, это они и без Маркса знают. Кстати, против марксизма тоже выдвигается тезис, а Маркс-то еврей, вот, пожалуйста, это все еврейская концепция, да, кстати, Сталин об этом тоже упоминает, что тезисы там национальные. Вы знаете, и Ленина тоже до сих пор ищут у него еврейские корни, кто ищет, то всегда найдет, а еще времена, когда Владимир Ильич возглавил Совет народных комиссаров в первые годы советской власти, там враги советской власти пытались выдать, а сейчас эта мифология до сих пор еще жива и возобновляется за немецкого шпиона, вот, понимаете, он работает на другую национальность, понимаете, на другую национальность вот работает. А почему? Потому что он не русский, ясное дело, вот в этом, так сказать, весь секрет. Ну, а что делать, значит, раз враги найдены, национальные меньшинства, значит, надо их уничтожать, вот, гнобить и все, вот, пожалуйста, вытеснять, вот, как, вот, тут очень уж яркий пример современной Украины, да, и заметьте, как это завладело головами не отдельно взятых, а очень многих людей, как можно было вот за исторические коготки и сроки перевоспитать, а как фюрер-то перевоспитал, а это можно ведь кого угодно перевоспитать в любом духе, и в духе национализма, особенно в тяжелые моменты, в какие-то поворотные, это вот тоже, кстати, Сталин пишет, вот, по поводу борьбы пролетарского интернационализма и, значит, национализма, он говорит, что вот рабочий-то продолжает, пытается разобщить и действительно пытается иногда с результатом неплохим для этих националистов, да, разобщить по национальному вопросу, по вопросу национальности, да, смять рабочее движение, уничтожить это рабочее движение. И до сих пор, я говорю, вот, на Украине удивительно ярко это все проявляется, как это быстро можно сделать. И, казалось бы, за счет чего? Как вы истоки? Какие-то объективные основания? Да не, боже мой, как говорится, генетически украинец и русский ничем не отличаются. Так что объективных оснований нет. Значит, тут вот я материалист, и поэтому я говорю, бытие определяет сознание. Но в нашей жизнедеятельности часто и сознание определяет бытие. То есть, вот, мы как люди, как существа мыслящие, прежде чем что-то сделать, если мы поступаем как существа мыслящие, мы должны подумать, что мы должны сделать, да. И как мы это сделаем, даже если надо вот выйти в дверь, да, а не в окно, хочется покидывать помещение. Мы сообразим, это нет, это окно, так не стоит оттуда выходить, а сюда. Значит, вот мы, значит, у нас сознание идет впереди нашего действия. Но, и вот на этом играют даже и уже идеалисты, не националисты, идеалисты. Вот сознание-то, видите, первично, она первична. Но в конечном счете, вот, все наши идеи являются отражением объективной реальности. Ну, скажем, вот, мы могли выбирать между окном и дверью, если бы не было ни окна, ни двери в природе вообще. Да, если бы мы жили, я уж не знаю, на земле там или в пещерах, да, там двери не было, там полок был какой-то, аналог двери, да, тоже существовал в жилище. Вот. Значит, объективная реальность первична, все-таки, в конечном счете. Так же и вот ситуация национализма может сыграть роль, особенно вот в такие тяжелые, переломные времена, которые мир весь переживает. Сейчас, конечно, происходит перелицовка мира по желаниям, и явно, так сказать, это все инспирировано, вдохновляется, и руководит это какой-то невидимый нам штаб, и они сторонник теории заговора, говорят, а вот, ну, тут заговор безусловно есть. Надо это знать, что, конечно, вот все эти пандемии, которые инспирированы, вначале разрушают, потом вот этот национализм, потом вот использовать Украину как инструмент борьбы. Вначале, вы знаете, опять же, со стороны сознания разрушили, разрушали Советский Союз, да, и тут была целая программа, программа, заметьте, идеологического такого перевооружения, что называется, народа, перехода его на другие идеологические постулаты, взамен старых обвешалов и никуда не годных, якобы, так сказать, коммунистических взглядов, потому что, ну, вот так при коммунизме мы не жили. Никита Сергеевич обещал нам за 20 лет построить коммунизм, с 61 по 80-е, потом у нас в 80-м году, вы-то люди молодые, не помните, а я-то уж был доктором наук, да, значит, в 80-м году у нас была такая поговорочка, а что в 80-м году в Москве проходило, вы знаете? Олимпиаду. Олимпиаду. Так вот, говорит, вместо ранее объявленного коммунизма в Москве состоится Олимпиада, понимаете, такая была шуточка, вот, не очень веселая, конечно, так вот, не состоялось, так вот, что вам надо, практика, критерии истинные, это марксистское положение, вот практика, вот она и сработала, да практика-то, она не может мгновенно действовать, нужно определенное время, практика должна дойти до определенного развития, чтобы какое-то истинное положение, истина ведь всегда конкретно, а не абстрактно, да, так вот построили, что нам стоит построить социализм, давайте вот напишем программу и будем строить, за 20 лет построим. Я Никите Сергеевичу Хрущеву писал письмо в 16-летнем возрасте, упрекая его в том, что он, конечно, ну, вместе с Политбюро тогдашнего ЦК КПСС, вот он увлекся утопией, что за 20 лет нельзя построить социализм, они пригласили в наш, как говорили и до сих пор говорят, большой дом на Литейном, управление КГБ, сейчас ФСБ, вот, меня мои бабушки и мама провожали там со слезами и дали узелок сухарей, потому что знали, что дорога из Белого Дова идет, из Большого Дова виноват, идет либо на Колыму, либо в Рокуту, либо, ну, куда пошли? Ну, когда полковник КГБ увидел, что перед ним 15-16-летний уже, ну, все еще подросток, а не взрослый человек, он ухмыльнулся и говорит, значит, ты писал, я говорю, так точно я писал. Вот, мы с ним разбирали, у него все это исчерканное было красным карандашом, а я, честно говоря, струхнул, поддакивал, и он мне сказал в конце, ну, теперь понял, я кивнул, хотя не был согласен, вот, в следующий раз, когда возникнет вопрос, ты мне позвони, вот, телефон, сигнализируй о проблемах молодежи, и мы с тобой разберемся, а что, Никита Сергеевич, понимаешь, какие проблемы он решает, да, какого уровня, если он будет отвечать на все такие письки, он должен вообще государство и партию забросить просто. Вот, видите, какие интересные моменты, ну, можно провести параллели, да, у нас бы абсолютно большинство населения не разбирается, ни в политике, ни в проблемах, вот, что такое нацизм, да, вот говорят, там, денацизация Украины, а что такое денацизация, да, надо же знать, что это такое, значит, это денационализация, что ли, ну, это не так, да, нацики, это кто такой, националисты, да, все-таки, да, они представители какой-то национальности, да, то есть национальность, экономическую общность надо разрушить, что ли, нет, вот, надо политическое какое-то образование разрушить, какая задача была поставлена, вот, так что здесь, вот, и в этих случаях надо, конечно, прибегать к этой теории. Вот, видите, я сразу бросил мостик от работы Сталина от 13-го года к сегодняшнему дню, чтобы показать, что вот то, чем Сталин в 13-м году занимался, было актуально не только в первые годы советской власти, и потом, вот, когда он был у руля государства, да, и партии, вот, ну, и дальше это отнюдь не стало каким-то исторической проблемой, так сказать, в истории уходящей. И сегодня, и сегодня мы должны как-то вот понимать, хотя бы вот эти термины, да, понимать, нация, национальность, откуда, и можно ли, а можно превозглашать превосходство нации, можно, да, и такое бывает нации, все, да? Да, верно. Вот, ну, я вот скажу, можно, в каких случаях? Вот когда, вот Ленин написал об этом, уже не Сталин, а Ленин, написал об этом в своей работе очень яркой, очень актуальной до сих пор империализм как высшая стадия капитализма. Он это написал вот в разгар, в начале Первой мировой войны. Он показал, что это империалистическая война, когда капиталисты сталкиваются друг с другом, но воюют друг с другом руками рабочих, руками трудящихся в целом, да, не только рабочих и крестьян, вы знаете, с нашей стороны в основном крестьяне были, а не рабочие. Мы еще индустриализацию-то не провели, чтобы у нас рабочих так много было. Крестьян-то было, еще аграрная отстала, это правда было. Вот, так вот, Ленин показал, что это, конечно, вот нужно вести работу в войсках. И вы знаете, была работа проведена, большевики, агитация внутренняя. К чему это приводило? К тому, что вот мне бабушка рассказывала, конечно, с подачи дедушки, который принимал участие в Первой мировистической войне, мой дедушка, видите, я такой старый дедушка в Первой мировистической войне уже, мой родной дед, вот, с которым я, правда, не встретился в жизни так. Он в 35-м году закончил свою жизнь, ну, рефрессирован был, а я родился через 10 лет, уже под последний залп по Великой Отечественной, потому что я ребенок войны. Так вот, значит, возвращаясь, Ленин говорит, что надо, конечно, разъяснять положение, чтобы трудящиеся с трудящимися не сталкивались в угоду капиталистов и интересов. То есть они хотят, они борьба ведет за передел мира, главный источник империалистических войн. А сталкивают орудия вот простые трудящиеся люди, которые вовсе не заинтересованы укреплять позиции своих, так сказать, олигархов, ни с той, ни с другой стороны, объективно они, а субъективно они этого не понимают. Но вот смотрите, уже в Первой мировистической, народ-то у нас был не очень грамотный, даже по сравнению с сегодняшним нем, да, всеобщего среднего образования не было достигнуто в России в то время. Большинство этих солдат, которые от нас были, они были безграмотны, вообще безграмотны. Ликвидация безграмотности – это задача, которую решила советская власть, вы знаете. Вот. Так вот, хоть они безграмотны, а они, заметьте, в марксистских кружках учились, вот такая потребность была. Теоретически, понять, что происходит. Вот. И мало того, вот, как практическое проявление, братания было. Вот что мне бабушка рассказывала со слов дедушки. Да вы и сами знаете, что вот на фронтах Первой мировой были братания между нашими и немцами. Мы один класс, мы братья друг к другу. Что мы будем друг друга стрелять? И вот там бросали, ну, конечно, там пытались преследовать это преступление, считается, войско, да. Бросили оружие, а с противником там портается. А вот, понимаете, как было. И революция-то почему? И февральская революция, и октябрьская революция. Вот на этом они выросли, понимаете. На этом братании, да, на понимании пролетарского интернационализма, да. Вот. И вы знаете, как-то было такое всеобщее воодушевление после уже Октябрьской революции. И Ленин этому воодушевлению, ну, думаю, так сказать, из некоторых политических соображений он поддерживал эту идею мировой революции, да. Вот тут писал по этому поводу Маяковский, пролетарский поэт наш, мы на злобу всем буржуям мировой пожар раздуем, мировую революцию превратим. Вот. Мы начали, а там дальше продолжать. Но, увы, не получилось, заглохло. Были свои причины. Вот нельзя эскалировать виноватую революцию, переносить ее на другую почту, если она еще не подготовлена. Вот великолепный человек, замечательный герой 20 века. Рядом просто некого поставить в качестве вот такого персонажа, отдельно взятого героя. Даже вот наши герои во время Великой Отечественной войны, они не могут сравниться, потому что это герои одного подвига. Тут подвиг вся жизнь. Это Эрнестовича Гевара. Я считал его работы. Я жалку руку Эрнестовича Гевара. Представьте себе, 18 лет я был такой парень, активный, политический. Я узнал, что Эрнест прибывает в Москву, и я туда позвонил своему приятелю. Тот был в это время инструктором райкома комсомола одного московского. И он меня там пристроил по блату вот в это оцепление, которое там приветствовалось лошками советско-кубинскими. С Косыгином шел, Че Гевара. И вот я там стал истошно кричать. У меня голос тогда был особенно мощный. Я и сейчас могу на стадионах без микрофона выступать, если надо будет. Но, наверное, сорву голос. А тогда не срывал. И вот я начал кричать, команданта Куба Сири, Янкино, команданта Че Гевара. И он меня услышал, заметил, углубился, подошел и пожал мне руку. С тех пор я ищу газеты там с фотографией. Представляете, что мне жмет руку Че Гевара. Вот. Я ни тогда не нашел, ни потом вот уже интернет там поднимает. Описание есть. Есть фотографии, он с Косыгином, все. Но это такой эпизод, видимо, вымарован был, не был значительным. Вот. Такие вещи. Но я почему это вспомнил? Ну, вот Че Гевара, он и теоретик марксизма, безусловно. И практик. Но вот в теории он заблуждался. Вот как теория и практика связаны. Он заблуждался именно в том отношении, что можно перенести революцию, так сказать, вот из одной страны в другую страну. Было бы, надо поджечь этот факел борьбы за освобождение крестьян или рабочих. И вы знаете, он в Африку ездил, но у него там ничего не получилось. Но он поехал в Боливию, будучи уже министром, в теплом кресле и министра кубинского правительства. Все, кубинская революция победила. Что министр делает? Жиреет. А он ездил туда поднимать революцию. И вот в Боливии те самые крестьяне, за освобождение которых он боролся, они его выдали. И сдали. За какие-то там серебряники, как Иуда. За какую-то сумму, они просто так сдали. Понимаете, не были готовы они ни экономически, ни духовно. Поэтому, когда мы боремся за пролетарский интернационализм, надо посмотреть, каковы основания и национализма, и интернационализма. Чем питается национализм? Вот я говорил, что надо это знать. Конечно, питается он экономически чем? Когда возникает вот это националистическое движение, какое-то фашистское движение. Вот очень яркий пример Германия. Немцы были унижены. Они были, потерпели поражение в Первой мировой войне. Немцы. И были присоединены их земли к другим государствам, в частности, и к русскому. Хотя мы там не очень хороший Бритский мир для нас подписали, но кое-что мы у них отщепнули все равно. И контрибуции колоссальные выплачивали. И вот немецкая нация, как бы нация, но в лице национальности была унижена, оскорблена. И вот это оскорбление, это вот такое чувство, вот такое, вот мы поражение такое понесли, вот мы теперь вот какие-то биты. Вот это очень хорошо выразил прекрасный писатель немецкий Эрмарк, Энрих Мария Эрмарк. Три товарища, Черный Абелиск, вот эти работы. Вот в трех товарищах особенно, как там эти три товарища, они тоже были на войне, и знают о поражении, так сказать, не по слухам. И вот как они там развлекаются, они пытаются уйти от действительности какие-то там, у них такие полудетские развлечения, они там ремонтируют машины, ставят на старые тихоходные авто, новые такие быстроходные двигатели, и обгоняют на дорогах, к чему развлекаются. Взрослые уже ребята, войну прошли, да. А вот у них и потом безысходность, вот эти разговоры о том, что как-то непонятно смысл жизни, потери, да. А тут появляется фюрер, и он говорит, да мы нации, вы что, ребята, унываете, мы нация, он говорит, нация, она имеет в виду национальность, мы рейсы настоящие, нам мир должен принадлежать. Отчасти теоретически подпитан был Ницше, но это отдельный разговор. Вот, и вот, пожалуйста, возникает, смотрите, народ, который дал миру Петховена и Баха, Моцарта, хоть он австрияк, но тоже немец фактически, да, и Вагнера, Маркса, в конце концов, да, хоть он и еврей, но он же немец был по своей культуре и писал на немецком, а не на еврейте. Вот, и выдающихся представителей науки их всех не перечесть, да, немецких. Вот, и тут они с оловянными глазами на площади кричат «Зихай», вытянув в руку фашистского приветствия. Как это можно было? Вот со стороны этого выглядело удивительно. А вот я вам расскажу ситуацию, извините, так задержусь, чтобы расставить точки, опасность вот этого национализма на, как говорится, гребне патриотизма. Ведь что использовал патриотическое, да, чувство, патриотическое, Гитлер. И это используется везде, и у нас тоже. Вот были выборы Ельцина, то есть не Ельцина, на выборы первого президента. Весна 91-го года. Я иду из высшей партийной школы, где я был зависящим кафедрой, тогда, высшей партийной школы. Иду к себе домой по набережной. Вот, по набережной не вы, не иду, иду, там долго мне идти, но прохожу я большой кусок по набережной, и вот прохожу Дворцовую площадь, там рядом, и вижу там огромное скопление народа, тысячи. Я же комсомольский работник, я уже посчитал даже, примерно полчаса, сколько, как на хорошей, первомаршеской демонстрации. Вплотную там народ стоит. Я подошел, а митинг-то уже заканчивался. И там один, который вел митинг, видно, начал скандировать, под конец митинга надо было закрепить успех в агитации, он скандирует, Ельцин, Ельцин микрофон. И вот вся эта толпа ревет соловянными глазами, Ельцин, Ельцин. Я смотрю, батюшки, это мои Ленинградцы, образованный культурный город. Что такое? Они кричат, Ельцин, а мне слышится, дуча, фюрер, зихай, одно к одному. Понимаете, одно к одному. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, кто жил и мыслил, тот не может в душе не пресирать людей. Вот люди поддаются такому вещу, понимаете, такой вещи, агитации. И причем она у них не просто 7 минут, она застревает, вот как на Украине-то, понимаете. Вот они там, молодежь. Что у них, образования не хватает? Или чего у них не хватает? Мозгов не хватает, чтобы понять, что такое с ним дело? Нет. А на фоне чего? На фоне какого-то унижения. Вот нехватки, вот плохо стали жить чего-то, да? После Майдана там все меняется, у них правительство, лучше не становится, головой национальный продукт падает, проще. И вот надо выйти откуда-то. Вы знаете, Майдан-то причину-то какую имел? Они боролись с кем? У них там классовый подход был на Майдане. Янукович сидит на золотых унитазах. А мы тут полуголовное существование ведем. И вот это против этих золотых унитазов, против этих барств, против этих олигархов. А тут же буржуазист в Бразилу, о, да тут революция сейчас, ну что-то пролетарская на Украине. Надо сбить немедленно. Раз, национализм. И они тут же развернули эту толпу, ну, при помощи агитации, да, и пропаганды, вот какая сила слова, да. В другую сторону, и уже они уже прыгают, кто не скажет, что это москаль, вот кто виноват-то. Это вот москали виноваты во всем. Понимаете? Вот, а мы, национальность или нация, они же путают эти слова все время. И вслед за этим и другие путают, и наши путают нас с национальными. Мы только что говорили, да. Нация, мы вот унижены, а мы должны наоборот, вот все. И сейчас у них такой патриотизм возник. Вот патриотизм такого буржуазного пошиба, я говорил, начал говорить, патриотизм пролетарский, тем буржуазный, это не одно и то же самое. Патриот, патриотизм, любовь к родине, да. А буржуазный патриотизм, это любовь к моему капиталу, к моим яхтам, которые там сто метров с гаком, да, к моим дворцам. Вот, да. И если меня, о, как, меня яхты лишили, вот это уже, да, это уже безобразие. Тут я становлюсь патриотом. Меня унизили. А пролетарский, интернационалистский, понимаете, на другом, да, Так вот, этот патриотизм буржуазный, он ведет к национализму, безусловно. В отличие от пролетарского. Патриотизм. Вот разный. Термин один, казалось бы, да, а подоплека-то другая. Тоже вот это надо прояснять. Опять же, у Сталина это есть. Я уж не стал тут цитировать некоторые, здесь еще что-то я потерял. Цитаты, одну страницу, что ли. Ну, неважно. Ну, вот, общий-то дух я вам передал. Ну, на этом, наверное, уже пора, как говорится, и заканчивать. Да, давно пора было, да. Сделаем перерывчик, да. А можно спросить у вас про, ну, кто придумал этот термин национал-большевизм? И в чьих интересах был придуман этот термин само явление вот этого. Ну, да. Ну, национал-большевизм было даже такое движение. Да. Ну, я уже начал что-то говорить. Да, не, не, мы просто послушаем. Еще страшное, что неинтересно было. Про национал-большевизм. Национал-большевизм. Было даже такое движение. Устрялощее. Движение было. Ага. Ну, конечно, надо было бороться с таким движением и вообще с такой оценкой большевизма, вот такой узконаправленного, да, что большевизм присущ только, скажем, русскому народу, да, получается так. Да. Или, а другие там коммунисты, да, большевики, которые, вы же знаете, там в РСДРП ходили разные, представители разных национальностей. И руководство РСДРП дали, вначале-то были. Представители там из Германии многие были. Ну, вот они вроде как, так сказать, могли отойти, там вот Каутский, например, да, который все время полимеризировал с Лениным, да, по вопросам пролетарского движения в том числе, да, и большевизма, и меньшевизма, да. И здесь, конечно, можно было сказать, что вот тут что-то есть национально особенное в вашем большевизме, вот, что не может быть присуще нашему большевизму, да, нашему мунистическому движению. Ну, это что это? Вот в целом, так сказать, философскую оценку можно дать этому движению. И, кстати, до сих пор идут такие рассуждения подобного рода и среди наших политологов такого буржуазного политолога, да, они там говорят, что это движение вообще большевизма, ну, это вот узконациональное, да, узко историческое связано с определенными событиями в России, скажем так. Обесценивает. Да, вот, а и мирового значения это не имеет, и какой-то обобщать вот этот опыт, да, этого движения тот или иной даже не имеет смысла, потому что он просто не приходит в других условиях. И при этом, так сказать, ссылается на диалектический принцип относительности конкретного, действительно, и который связан еще и с другим принципом, что истина всегда конкретна, и что не бывает абстрактной истины, но при этом истина конкретна, но всякое единичное, оно существует лишь только в той связи, которая ведет к общей, неразрывной связи. Вот не бывает абсолютно уникального предмета, да, вот, скажем, авторучка, да, вот если бы она была абсолютно уникальна, мы ее назвать не могли даже никогда. То есть, к чему это причислить, что это такое общение? Потом даем определение, это авторучка, а мы уже причисляем это единичное к общению. У Ленина, кстати, замечательные примеры философских стихий, уже в простейших определениях Иван, есть человек, жучка, есть собака. Фиксируется единство единичное, вот эта жучка, она связана с общим. Также большевизм не может быть абсолютно уникальным, нет ничего абсолютно уникального. Вот, всегда есть общее, общее, закономерное, которое, следовательно, закономерное, не просто общее, а общее, которое воспроизводится, повторяется и в ряде стран, и в разное время, конечно, национально особенное, но это национально особенное, в национально особенной форме, поэтому, но нельзя это абсолютизировать, и говорить, что даже пролетарское движение, какое-то, коммунистическое движение, оно вот для каждой страны там свое, там, до сих пор есть такие деятели, которые так считают. Ну, это вот абсолютизация единичная, которая всегда ведет, вот, философская это уже момент, к субъективному идеализму. Вот, абсолютизация какой-то идеи, вот, так сказать, вот, работает только вот в данных конкретных условиях, никак ее вообще отнести. Тогда мы сразу перечеркиваем всю закономерность и исторического процесса, да, и конкретного там пролитарского движения в этой истории, мы перечеркиваем, закономерно, все становится случайным, единичным, единичное случайное, абсолютно случайное. Но нет ничего абсолютно случайного, абсолютно необходимого, вот, нет абсолютно общего, вот, отрыв общего от единичного, там, скажем, предположим, вот, знаете, проблема-то конкретная, о пролетарской диктатуре, о диктатуре пролетариата. Это можно было переносить от нас на другую почву или, наоборот, к нам занести. Вот там первое основание диктатуры пролетариата заложили еще теоретические представления о том, что это такое. Заложили еще Маркс Сенгисом, но развил, конечно, Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Так вот, можно ли переносить с одной почвы на другую? Можно. Но видеть какое-то особенное. Надо познать всеобщие законы, так же, как Маркс. Действительно, вспоминая, так сказать, опять же, Маяковского, Маркс открыл истории законы. Пролетариат поставил у руля. Ну, начнем, да? Да, начнем, это очень много. Есть вопросы? Да, вопросы, по-моему. Давайте. Вопрос от Сергея Фролова. Насколько корректно употребление термина «титульная нация»? Какая? Титульная. Титульная. Ну, видите, вот тут смешение происходит. Вот когда «титульная нация» на самом деле имеет в виду титульную национальность. Понимаете? То есть, вот скажем, у нас в России титульную нацию называют русскую. Что? Национальность же, а не нацию. Нация у нас одна. Как, знаете, любил говорил Борис Николаевич, здесь он, конечно, подальше. Мы россияне. Не русские мы, а россияне. Вот это нация. А русские – это национальность. А «титульная нация» – это титульная национальность. То есть, неправильное употребление опять термина «нация». На самом деле имеется в виду национальность. А «титульная нация» – это повисает в воздухе. «Нация» – это масштабы государства, образование, экономическое. Единство экономическое есть. И культурное, конечно, единство есть. Но правильное – это экономическая основа. Поэтому там выделять какую-то внутри государства какую-то другую еще нацию и говорить, что она «титульная» – это абсурд. Да, вот так. Вопрос, Андрей, так есть и пролетария в родинах или нет? Ну, вот вопрос тоже, как говорится, старый очень. Вы знаете, Маркс и Ингис, они, как себя называли, знаете, по поводу родины. Хотя они не были, конечно, пролетариями по рождению и прочее. Но они были теоретиками. И вот здесь они говорили, что мы граждане мира. И мы не граждане конкретного государства. И как коммунисты мы граждане мира. Потому что коммунизм – это то общее, что должно принадлежать не только конкретной нации или национальности, а всему миру это движение должно быть. Но проявляется своеобразным образом, как общее существует в единичном конкретном государстве. Ну, вот имеют ли пролетарии национальность или что они имеют? Родину, да, Родину, Родину. Родина – это не совсем национальность. Постольку, поскольку пролетарии не вообще пролетарии, а конкретные пролетарии конкретной страны, значит, они принадлежат конкретной нации, не национальности, а нации. Они принадлежат пролетарии Америки, Соединенных Штатов более конкретно. Это пролетарии России. Да, России. Вот в этом отношении они, конечно, имеют Родину. Вот. Безусловно. Вот по принадлежности к нации. Они имеют новое. А по принадлежности к национальности они Родины не имеют. Потому что, я говорил, национальность, люди одной и той же национальности, даже братья или сестры-близнецы, они могут принадлежать разным нациям, жить в разных странах, говорить на разных языках, разная культура и проще. И проще, и проще. Разное образование и так далее. И поэтому, вот, принадлежа к тем нациям, эти одни и те же люди одной и той же национальности, они будут иметь Родину, разную, да, разную Родину. Так же, как разный язык, разную культуру. Потому что, вот, Родина, вот, и, понятное, и патриотическое движение, они относятся именно к нации, к нации, к этому образованию. Вот. Вопрос от Александра Кондрусева. Как правильно проводить деноцификацию Украины в условиях капитализма? Например, всем немцам после 1945 года прививалось чувство вины за содеянной верхушкой. Как быть в случае с Украиной? Ну, вы уже задаете мне такие вопросы, в которых я не являюсь не то, что специалистом, но даже, так сказать, каким-то, так сказать, верхоглядом, что называется. Это очень специфический вопрос. Как быть в случае, понимаете, чувство вины прививать? Я думаю, чувство вины не надо прививать. Вот. Надо прививать, хотя конкретных, конечно, преступников, да, надо не только прививать, но и преследовать за конкретные преступления. Один, кстати, из моих учеников, руководитель Следственного комитета России, и Бастритер, он у меня учился тоже непосредственно, да. Как комсомолец, он возглавлял 30-ю математическую школу на Васильевском острове. Я тогда был секретарем мальчиком комсомола, не первым, правда, по учащейся молодежи. У нас разница большая. Он ускольник был, секретарь комитета района, что вот. Так вот, сейчас, вы знаете, Следственный комитет, дела всякие по поводу вот этих преступлений нацистов. Ну, справедливо, да. Если доводить денацизацию до конца, так надо, конечно, разобрать и конкретные преступления, чтобы не было просто такого абстрактного, что значит, абстрактная денацизация. Но здесь главное, конечно, это воспитание, вот мы говорили об идеологии, о необходимости формирования другого мировоззрения, да, которое бы на чем базировалось. Вот тут вопрос, конечно, интересный, уже даже не к философу, а к политикам, да. А вот на каком основании, если, так сказать, основание, там, что, пролетарский интернационализм прививать, вряд ли буржуазии и любой страны с этим согласились, да, вот, воспитывать это. А с моих позиций, да, вот надо, да. То есть, классовый подход. То есть, надо подменять, вот, у этих нациков, которые не стали закорененными уже преступниками, их надо просто сажать, да, их надо наказывать, карать, вот. А которые так, вот, так сказать, еще себя не очень опорочили. Так с ними надо проводить такую работу, где разъяснять, что вы должны, вот, объединяться-то с кем-то среди себя, не по признаку национальности, а по признаку классовому. Но это что? Это марксизм, это же марксизм. А кто его воспримет? Так что, как я могу посоветовать, там, той же Украине, да, так они меня пошли, руководство буржальное, все эти олигархи, да, с этим пожеланием. Ну, вот так, это мое мнение, как надо, а уж как там они будут поступать, я не знаю. Вопрос от Анны. Общность, советский народ, это нация? И можно ли сказать, что с разрушением СССР нация разрушилась? Да. Советский народ, это нация, не национальность. И эта нация действительно существовала. У этой нации был общный стереотипа экономической жизни. У нас было разделение труда между нашими республиками. Значит, сейчас двух корсов Советского Союза стоит. Однобокая экономия, экономика и так далее. Но, извините, а мы как тут разделить труд, разделение труда в мировых масштабах, и в результате у нас ни одной вещи нету, где бы не было импортной составляющей. Понимаете? Вот это. Так что, чего там Советский Союз в этом обвинять, когда обвини другого в том, что он сам виноват, называется, да? Больше. Горазко. Да, это была нация, она была единственной экономической жизни, единство культуры, безусловно. Единство воспитания, вот, соответствующее воспитание. В школах, в институтах, да, все это. В соответствующих молодежных организациях. Я был председателем пионерской организации Василия Островского, и он пионерами занимался много, комсомольцами, конечно, еще больше занимался. Вот это все организации, которые должны были проводить вот эту идеологию. Другое дело, как они справлялись, и почему получилось, что, ну, это вот издержки нашего. Ну, это отдельный разговор. И почему пал, в конце концов, Советский Союз? Не только, конечно, заинтересованность Запада, тот сыграл первую скрипку, но не единственную в этом оркестре, который играл против Советского Союза. Понимаете? С разрушением Советского Союза, это нация разрушилась. И общей Родины у нас не стало. И вы знаете, что это, и вот сошлюсь на авторитет президента, он много раз это повторяет, что это была такая вот геополитическая катастрофа, и не только геополитическая, но и, так сказать, нравственная, которая, он сам говорит, что я считаю, что, ну, главное, так сказать, вот из бед 20-го века, да, для нашей страны. Безусловно, не всякого сомнений. И тут я, я далеко не путинист, но тут я соглашусь. Тут я соглашусь. То есть я тоже за объективный подход. Вот тут ты прав, тут ты не прав, дорогой. Владимир Владимирович, ты меня младше, послушай, старше. Он меня слушать не будет, я ему тоже это написал. А он мне ответил это. Ну, это, ладно, не буду ударяться. Какие вопросы там? Вопрос от Сергея Фролова. Объясните, пожалуйста, разницу между интернационализмом и космополитизмом. А, ну, вот, так сказать, вот я говорю. Как раз я сказал, что граждане мира, да, вот это и есть космополитизм. Да? Вот. Но вот в чем разница? Кстати, вот, после войны у нас была борьба еще при Иосифе Сиреновиче, он жив был, с космополитизмом в нашей стране. И тогда многие не соглашались, потому что, говорят, Маркс и Ингельс себя объявляли космополитами. Но тут еще практика и теория во времена Маркса и Ингельса не вполне еще была вывелена по отношению к тому, чем она стала вот уже годы послевоенные. Космополитизм, он предполагает вот в таком вот варианте, который появился после войны, космополитизм, предполагает то, что у меня вообще родины нет. Нет, я вот сторонник, значит, пролетарского интернационализма, но за счет этого я отрицаю вообще то, что я вообще, вот это у меня родина. У меня родина весь мир. Это позиция неправильности. Вот. Я считаю, справедливо преследовали, потому что, я говорю, если мы принадлежим, мы принадлежим к нации, мы граждане государства. В этом отношении мы принадлежим к нации. Поэтому мы должны быть патриотами. И даже невзирая на классы различий. Вы знаете, вот классы различий, хотя я говорил уже о различии пролетарского патриотизма и буржуазного патриотизма. Это тоже надо иметь в виду. Но, вы знаете, вот когда появляется общий враг, возникает борьба против общего врага у людей разных классов. Ну, классический пример, война 1812 года с Францией, Наполеоном, да. Тогда воевали бок о бок рядом, друг с другом, крепостные крестьяне и дворяне. Да, вот там эти все. Вот они боролись за свою родину, которая была выше в данный момент, но только в данный момент. В острый. Не надо это потом. А потом что произошло? Ну, победили Наполеона, да, изгнали его. Догнали до Парижа, да. Вы знаете, что именно это событие было связано с нашим революционным движением в декабрьском вооруженном восстании. Посмотрели, как народ-то живет на Западе, да. Вот мы их тут побили, а мы-то живем хуже нет. У нас тут крестьяне, как раб совершенно, которому можно что угодно сделать, даже больше, чем могли сделать рабовладельцы, скажем, древнего Рима с рабом, да, наш крепостник мог сделать. Ну и вот возникло такое движение. Кстати, вся революционная демократия на этом поднялась. Именно на этом поднялась. Хотя движение революционных демократов еще и до этого было, до победы Наполеона. А после победы Наполеона что? А потом этот дворянин, который воевал вместе вот с этим крестьянином, братья по оружию, да, делили, может быть, и кровь, и хлеб, и такое же было, да. Ну и главное, что воевали вместе, кровь проливали заодно. А потом этот дворянин за провинность приказывался высечь этого крестьянина его, собрать его по оружию. Вот оно, классовое-то появилось, понимаете, в чем дело. Поэтому вот надо вот такие вещи, достаточно тонкие, да. Вот классовое различие, да, но в эпоху тут национальное начинает превосходить классовое, да, на общий национальный интерес, потому что общность экономическая, да, если мы потеряем родину, мы будем все вассалами у этого победителя. Поэтому вот космополитизм тут не допустим в такие моменты, военные, послевоенные, когда она восстанавливается. Вот, не допустим совершенно космополитизм. Вот, и а пролетарский интернационализм, он там и там действует. Понимаете, понимание того, что вот классовые интересы в мире, они всегда превосходят первичные по отношению к узконациональным отношениям нации, да, интересам, нации. О национальности сейчас уже речь не идет. Они превосходят, конечно, эти классовые интересы сознания пролетарской, поэтому и, возможно, были, существовали эти пролетарские. Но вот смотрите, как классовое превзошло и подавило это пролетарский интернационализм. Вот как страны Европы, да, ну, конечно, главы этих стран Европы, но там и население поддерживают. Вот это русофобия, которая возникла. Когда там уже начинает, вот у меня приятель даже рассказывает, там, шины ему в Германии прокололи уже, понимаете, потому что у него номера на машине, он поехал. Не в Германии, понимаете? Но это еще, как говорится, ерунда, а там похуже бывает уже выступление, понимаете? Вот это русофобия, вот эта истерия такая нагнетается. Кому это на работу, конечно, класс определенному. Заметьте, что тут вот буржуазный интернационализм не срабатывает. Когда сталкиваются интересы, вот опять вспоминаю работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Когда начинается передел мира, рынков сбыта и дешевые рабочие силы из-за рубежа, да, и источников там, сырья и так далее, борьба за них, между монополиями, принадлежащими разным нациям, разным государствам, разным нациям, да, то тут никакого буржуазного интернационализма нет. Тут возникает вот этот патриотизм на уровне отдельно взятой национальности. И к ним волей-неволей, потому что в войне это присоединяется и движение там вот низов, классовых, низов, да, волей-неволей присоединяется. Вот. И здесь, конечно, вот такая тонкая, говорю, грань. Тут опять вот истина всегда конкретна, да, где вот космополитизм может иметь место в каком и на каком уровне космополитизм. Одно дело провозглашать и идейно быть космополитом. Другое дело быть космополитом, так сказать, вот уже в реалиях, в действиях. Я, так сказать, не буду защищать свою страну, да, потому что я космополит. Я вообще к этой стране не имею, к этой стране. Знаете, как у нас наши выдающиеся политики, в кавычках, времен Бориса Ельцина, все время говорили, в этой стране, в этой стране, имею в виду нас. Понимаете, вот что у них такое? Космополитизм все же срабатывал. Буржуазный космополитизм. Видите, мы можем говорить о буржуазном космополитизме, да. В такого рода. Явно не патриотические такие вещи. Вообще патриотизм уже, вот опять же, сошлюсь, я люблю ссылаться на Ходорковского нашего опального этого самого олигарха, да, который 10 лет отсидел. Да, ну, наверное, за дело, но там к нему много, можно было подсадить кого-то, да. Ну вот, ну, вот смотрите, что он пишет. Опять же, объективный подход. В «Матросской тишине», это потом вошло в работу отдельной статьей, он пишет «Матросской тишине» в своем первом заключении еще. Я даже в учебнике по философии, его портрет за решеткой Ходорковского поместил, его слова, учебник по философии. А что он там пишет? Почему я его так приветил, этого Ходорковского? Он пишет, что предпринимательство, бизнес и патриотизм – вещи несовместимые. Безместмен должен думать не как патриотичнее, а как выгоднее. Если ему выгоднее продать за рубеж что-то, а своих оставить без хлеба даже, да, то он продаст хлеб за рубеж, а своих оставит голодными, людей. Ну, конечно, не свою семью, ясное дело. Вот. Вот. Значит, у него нет родины, и абсолютное большинство людей, пишет Ходорковский далее, которые сделали большие деньги в России в последние годы, имея в виду, конечно, вот это уже после реформ этих замечательных, демократических, так сказать. А они рассматривали Россию не как родину, а как, вот точная цитата из Ходорковского, как территорию свободной охоты. Потому что другие территории были уже заняты, там такие были волки, понимаете, с ними они бороться не могли. В других странах, там, развитых капиталистических, вы устроите им конкуренцию, они никак не могли. А вот у нас можно было, и вы знаете, абсолютное большинство бизнесменов выросло не на производстве, а на чем, купи-продай, на спекуляции. Как у нас научно-исследовательские институты, вот в эти лихие 90-е, закрывались, и на месте их возникали супермаркеты, которые торговали иностранными вещичками. Вот тогда у нас и пошло, мы закрывали свое производство иностранное. Нам дешевле не производить, вот Гайдар-аномика была связана, шоковая терапия, и вместе с тем заграница нам поможет. Егор Тимурович Гайдар. Про него писали тогда, в народе были такие стишки были про Егора Тимуровича, который у меня младше, кстати говоря, был в момент смерти на, кажется, 9 лет. Представляете, а уж он умер-то, сколько прошло. Так вот, про него писали. Дед, имеется в виду Аркадий Гайдар, знаменитый детский писатель и командир полка Красной Армии, гражданскую войну. Дед, размахивая шашкой, бил на фронте беликов. Внук, родной внук, с пустой оставил чашкой малышей и стариков. Видите, какой-то там народный поэт. Ну, и не в бровь, а в глаз было сказано. А тогда, ой, как вы знаете, у меня были даже мои товарищи, с которыми я разругался, которые, да, правильно, вот надо, это же результат. Вот практика какая-то есть. И вот какой тут патриотизм? Конечно, нет, только нажива. Никакого патриотизма. Так что я с Ходорковским в этом плане вполне согласен правильно рассуждать. Но он же ведь не открытие сделал. Маркс задолго до Ходорковского это обыставал более веско, да, и более научно. Ходорковский как снял-то с явления вот этот момент. Вы помните цитаты из первого тома Карла Маркса, правда, она принадлежит не ему, Маркс, а другого экономиста цитирует. Если прибыль составляет 100%, то предприниматель может лишиться всяких моральных устоев ради 100% прибыли. Если 200% предприниматель может пойти на уже и преступление уголовного характера. Если 300% прибыль, то нет такого преступления, на которое бы не пошел предприниматель за 300% прибыли даже по смертным, по страху смертной казни. Ну, у нас смертная казнь с подачи Европы опять же отменена, а наши предприниматели не очень-то боятся вообще в Кирюм уходить. Ну, вот вам, пожалуйста. На какой тут патриотизм? Нажива, нажива и нажива. Любой ценой. Так что вот упрекнуть патриотизме. А в чем их тогда можно упрекнуть? В космополитизме? Да, можно, но такого вот негативного свойства. Я говорил, что космополитизм – это вещь негативная по отношению к пролетарскому интернационализму. Отождествлять их никак нельзя. Потому что вот, говорю, как нельзя отождествлять патриотизм буржуазный, который наступает только когда государство в опасности, когда они могут лишиться всего, что имеют. А пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Но все равно он потеряет, так сказать, родину. Это тоже для него очень существенно. Ну и патриотизм пролетарский. Это очень разные вещи. Точно так же пролетарский интернационализм и космополитизм. Это, конечно, очень разные вещи. Вот я постарался на примерах это как-то покрутить. Тонкая очень материя, как говорится. Не совсем моя специальность. Но вот я постарался при помощи тех инструментов философских, которым владею, это тоже проанализировать. Но есть еще вопросы. Время. Время уже истекло. Да. Вопросы есть, но время закончено. Флажок упал. Да. Как в игре в шахматы. Ну вот я сегодня так много поработал. Четыре часа на основной работе. И вот еще с вами тоже пару-то провел я. Полновесную пару часов, даже не академических, а астрономических. Ну, я надеюсь, что наша встреча была достаточно полезной. Иначе для чего я вообще тут вещаю? Если я вещаю по-коммунистически без расчета на вознаграждение, я тут выступаю много лет уже. Вот Диана не даст мне соврать. Как и все мы тут, и Попов, Михаил Васильевич, да, мой старый товарищ. Вот мы с ним в комсомоле. Вот начинали, когда я в райкоме комсомола, учителя Островского. А Михаил Васильевич Попов в это время был секретарем неосвобожденным комитета комсомола своего Матмеха, на котором он тогда учился. Вот. Мы ровесники с ним, с Поповым Михаилом Васильевичем. Вот дожили. Вот сегодня мы с ним говорили. Он говорит, мы с тобой ведь все-таки остались верны тем идеалам, которые исповедовали еще в молодости, в юности, я говорю, да. Вот. К сожалению, говорю, таких не так много. Но он говорит, мы есть, нас будет больше, надо с оптимизмом глядеть в будущее. Вот так. Ну, он тоже такой товарищ еще, несмотря на наш преклонный с ним возраст, еще достаточно энергичный, заводной, молодец. Так что, пока у нас есть порох в парканицах, мы можем еще как-то вести такую идеологическую работу. Фактически это идеологическая борьба, понимаете. Это единственное. В наших условиях, вот тут в РКРП, вы знаете, там некоторый легкий распор произошел по поводу позиций с Украины. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но, то есть, одни, большинство поддерживало операцию на Украине, которую мы проводим, да. А меньшинство резко против и даже вышли из партии, да. Вот такой раскол внутри Российской Коммунистической Рабочей Партии, да. Ну, там меньшая часть откололась все-таки, да. Ну, там видны были представители. Понимаете, вот идет такое брожение даже не такое до раскола и до выхода из партии, да. Даже вот на таком уровне, казалось бы, мы должны какое-то, вот должно быть идея на единство. Вроде у нас было оно, а вот оказывается оно не такое прочное. Вот тут какой-то момент, и раз, на оселке проверяется опять, каких-то взглядов, да. И вот тут друг друга обвиняют, там, во всех смертных грехах, больше, чем капиталистов, да, обвиняют, там, с большим ожесточением даже подчас, да. Что капиталист – это уже привычное зло, а тут свой стал врагом идейным, понимаете. Это очень печально, конечно, печально, потому что, как говорится, такая сакраментальная фраза – сила наша в единстве. Как только единство пропадает, и духовное единство. Поэтому-то вот идеологическая борьба, она в период особенно острый, вот, а сейчас мировой кризис, конечно, это кризис буржуазного правопорядка, безусловно. Глобалисты хотят все свести к чему. Вот в книгах, в фильмах тоже, антиутопиях, была нарисована такая картина, что будет несколько транснациональных корпораций, которые будут возглавлять все мировое хозяйство и политику. А вот мы не согласны, вот нас тут и сметают, как Советский Союз, теперь те же приемы по отношению к России. Ну вот у нас буржуазное все-таки правительство-то, да, и вот тут позиции коммунистов. Как? Мы будем бороться, как патриоты, да, вместе с нашим буржуазным правительством, да, против этого попыток, кстати, очень опасных, как вы понимаете, и с неизвестными еще последствиями. Вот. Нас расчленить, как Советский Союз, противопоставить и сделать нас, ну, так сказать, вассалами. Или мы скажем, нет, мы со своей буржуазией тут нет. А к кому мы тогда примкнем? Буржуазии, что ли, украинской или там Соединенных Штатов? Да, понимаете, у нас, так сказать, выбор-то невелик, невелик выбор. И вот в этой ситуации, вот так же, как в ситуации, я говорил, войны, там, 12-го года, да, с Наполеоном, 1812-го года, у нас вот этот патриотизм такой национальный, он превалирует, он доминирует. Вот. Вот в этот очень сложный момент, он, ну, нам деться некуда от этого, мы обязаны просто. Вот. А потом, как говорится, разберемся. Вот. Между собой, что называется. Но тут общий враг, действительно, и враг очень сильный, и враг очень опасный. И угрозы не шуточные, не детские угрозы, конечно, вы понимаете. Сейчас над нами висят. Вот. Многие экономисты говорят, что тот кризис, который нас вергает, страны Запада, там, ну, Штаты вместе с странами НАТО, да, он будет пострашнее, наверное, чем кризис 90-х. Ну, вы не помните, по младости своей, я-то уже бегал, знаете, в кризис 90-х я бегал по пяти вузам одновременно, чтобы заработать какие-то денежки. У меня маленькие дети, я отстал от своего поколения на целое поколение. Мои дети мне годятся во внуки, вот они тогда еще были маленькие совсем, и мне надо было их кормить. И я, значит, вот бегал по пяти вузам, где-то платят, а где-то не платят, и вот что-то, хоть какие-то крохи, вот, брать. Было очень тяжелое положение, поэтому попадать в это положение совсем не хочется, вот, понятно. Поэтому мы должны бороться, чтобы не попасть в это положение, понимаете. Ну, вот так, то есть, вот видите, такие тонкости политические, и экономические, и философские, и вот все это вместе объединяется. Очень сложная ситуация, очень сложная. И разрулить, и вот там сказать, что я вот могу рецепты прямо дать какие-то, да, ну, нет, не берусь, конечно, не берусь. Так же, как если бы я вдруг взялся, я сейчас укажу, как военную операцию проводить, понимаете. Я не специалист, это точно так же, да, понимаете. Не имею права, просто не имею права. Потому что если меня там взять, да поставить, так я такой, да, врачу, что никакой враг. Враги позавидуют тому вреду, который принес отечеству, да, отношение к тому, что они могут. Поэтому, понимаете, вот все мы хороши на своем месте. Пока мы специалисты, и вот все храмы. Ну, ладно. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.